Здравствуй, дорогой друг! Здравствуй, дорогие братья и сестры! Он был слепой, немощный, слабый человек, который жил на подаянии, который сидел при дороге и собирал милостыню в надежде на то, что его заметят неравнодушные люди, подадут ему подаяния, на которое он имел бы возможность приобрести себе хлеб и пищу. Попробуем представить картину того времени. Вот этот слепец Вартемий собирает милостыню, и вдруг, до его слуха, доносятся разговоры, суета, начинаются хождения, вокруг происходит что-то необыкновенное, неожиданное. Что же творится? Вартемий начинает задавать вопросы окружающим его людям. Что происходит? Почему такая суета, такое волнение, столько людей вокруг? И ему говорят, Христос идет, Христос идет, повторяет Вартемий. В его сердце все переворачивается. Ведь рядом тот, кто воскрешает мертвых, кто изгоняет бесов из людей, кто исцеляет любые человеческие недуги и немощи. И вот этот вот Христос, великий пророк, рядом, он здесь, близко. Вартемий понимает, что до него нет никому тела, и никто не возьмет его за руку и не подведет ко Христу, дабы попросить помощи и исцеления. Он понимает так, что это, возможно, последняя возможность его встретиться с Господом, встретиться со Христом, встретиться с тем, кто может исцелить его и вернуть зрение. И Вартемий принимает решение, которое, возможно, для кого-то из нас совсем непонятно. Вартемий начинает кричать, он начинает, что есть силы, вопить Иисусе, Сыне Давида, помилуй меня. И он начинает кричать так громко, простите, он орет во всем горло, чтобы Христос услышал его, заметь, и подошел. И разве мог Господь презреть эту сердечную молитву? Разве мог Господь пройти мимо человека, который все свои силы положил на то, чтобы встретиться с ним? Конечно же, Христос не оставляет без внимания этот сердечный вопл. Подходит к Вартемию и спрашивает ему, что ты хочешь, чтобы я сделал? И Вартемий отвечает, хочу прозреть тебя. И Господь являет великой и славной чудом. Прозреть, говорит Христос, вера твоя спасла тебя. И при стечении множества народа совершается событие, которое укрепляет веру в присутствующую. И которое также показывает нам, какова должна быть молитва. Сегодня и мы, дорогие братья и сестры, собрались вместе в этом святом храме для того, чтобы обратить свои сердца к Богу. Но дабы наша молитва была услышана Христом и употреблена во благо, мы должны молиться подобно тому слепцу Вартемееву, поворачивая, быть может, себя наизнанку перед Господом и кричать душой и сердцем всем существом своим. Господи, Иисусе, Сыне Давида, помилуй меня, исцели меня, верни меня от тьмы к свету, просвети меня своим божественным сиянием, наполни своим божественным присутствием, яви свою силу благодати, просвещающую и преображающую человеческое сознание и сердце. Вот такой удивительный евангельский пример доносится до нас из глубины веков. И этот пример в действительности может вдохновить каждого из нас, поддержать, укрепить, придать силу нашей молитве. Не будем пренебрегать евангельскими историями. Они очень явно и живо свидетельствуют и напоминают нам о том, какой должна быть наша вера, какими должны быть наши отношения с Господом Богом, какой должна быть наша жизнь, исполненная святого благовестия, Евангелие, Аминь. Испокон веков православная церковь благословляла русских солдат на ратные труды во имя защиты Отечества. В составе воинских подразделений всегда были полковые священники, которые делили солдатами все тяготы армейской жизни. Сегодня церковь возвращается в вооруженные силы с целью духовного окормления солдат. Вот уже несколько лет подряд в воинской части номер 64-120 перед принятием присяги, молодым пополнением, совершается благодарственный молебен. Священнослужители Кстовского благочиния напутствуют военнослужащих на самоотверженную службу. Сегодня традиционно в нашем учебном центре праздник. Сегодня принимает военную присягу более 300 военнослужащих по призыву. Для них это серьезный шаг во взрослую жизнь. Сегодня они дают клятву на верность своему Отечеству, на верность Российской Федерации. И будут ее соблюдать в течение всей жизни своей, поскольку не только служба в армии обязывает защищать свое государство, свою родину, своих близких и родных, но и любой мужчина, как это принято, обязывает это делать. Каждому, кто принимает Святое Таинство Крещения и становится членом Церкви, на шею надевают нательный крест. Теперь он будет сопровождать человека всю жизнь. Нательный крест – видимое свидетельство исповедания нашей веры. Хранитель всея Вселенной, красота Церкви, царей Держава, верных утверждения, ангелов слава и демонов язва. Говорится в праздничных песнопениях. Вношение нательного крестика – это бессловесная молитва. Его не принято снимать. В первые века принятия Русью христианства кресты носили не на тени, а поверх одежды, как ясные показатели крещения. Позже право носить крест поверх одежд до XVIII века имели только епископы. Еще позже – священники. Священнический нагробный крест называется «Наперстный». Существуют канонические формы крестов – четырех, шести и восьмиконечные, с полукружин внизу и другие. Каждая линия имеет глубокое символическое значение. Материал для нательного крестика может быть любым, однако стоит помнить, что это не ювелирное изделие, которое надевается для красоты. Для каждого из нас нательный крест должен стать символом веры и величайшей святыней. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok